А почему вы так стремитесь к власти? Что вас привлекает? Потому что я не вижу сейчас никого, кто мог бы выправить сложившуюся ситуацию. Не встречались с Владимиром Владимировичем? Нет. Я почему спрашиваю, потому что, ну известно, что у вас дружеские отношения, поэтому не встречались и ничего не обсуждали. Не встречались. И не обсуждали. А может, все знали? По телефону? Я оставлю это. Ну хорошо. Ну уже вы как-то заинтриговали, конечно. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Второй президент Армении Роберт Кочарян во время своего рабочего визита в Россию был приглашен на федеральный канал в передачу «Познер». Довольно странное совпадение накануне выборов, учитывая, что для российской аудитории он малоинтересен, в отличие от диаспоры, граждан Армении, которые являются потенциальным электоратом. В интервью обсуждалось плачевное состояние сегодняшней Армении, война в Крабахе и предстоящие выборы. Роберт Кочарян в привычной ему манере винил во всех проблемах Никола Пашиняна, обелял себя и говорил, что сегодняшняя Армения к реваншу не готова, но при этом не отрицал сам реванш. Можно сделать вывод, что для России Никол Пашинян это неподконтрольный элемент, игрок чужой команды, отставящий интересы другого гегемона-конкурента. Но Пашинян для России это уже отыгранный сценарий, который выполнил свои обязательства и больше не нужен. А нужен другой человек, проверенный и надежный. А как известно, Кочарян это друг Путина, а иметь друга у власти в другой стране это всегда очень выгодно. Видимо для России все идет по запланированному сценарию. Россия не помешала Азербайджану начать освобождать свои земли, но не дала это сделать до конца, поймав сразу двух зайцев, ухудшив положение Пашиняна, тем самым создав предпосылки для смены власти в Армении и прихода своего человека, и для того, чтобы самой закрепиться в Карабахе, для контроля и манипуляции обеими странами для своей геополитической выгоды, так как Азербайджан уже стоял у врат логова террористов, у Хан Кен Ди. И никакие оправдания о разнице между Шушой и Хан Кен Ди здесь неприменимы, так как Шуша также входила в состав НКО, как и Хан Кен Ди. И если бы не определенные вещи за занавесом, то Россия бы уже не имела карт-бланша на вхождение в Карабах. Но как это случилось, уже совсем другая история. У вас есть такой человек, который вы считаете, что полная ответственность за это? Несомненно, это премьер-министр Армении. То есть персональная ответственность за все, что произошло. Я могу пояснить, если... Пожалуйста. У нас конфликт с Азербайджаном уже долгие годы вокруг НКО в Карабахе. А, это началось давно. Да, это война 1992-1994 год, а конфликт с 1987 года. Линия соприкосновения, противостоящие армии, постоянные перестрелки снайперов. Но был переговорный процесс, который предполагал какое-то решение. И за последние годы власть завела переговорный процесс в полный тупик. Причем тупик был создан по инициативе армянской со стороны. Там, где кончаются переговоры, там начинается война. Собственно, понимание того, что мы вошли в очень рисковую зону, возможно, возобновление военного конфликта, было просто очевидно. На самом деле, это совершенно не так. Тупик наступил еще тогда, когда ко власти пришел Роберт Кочарян и его карабахская команда. Переговорный процесс, точнее, было бы назвать заговорный процесс, так как никаких сдвижек не было ни при Кочаряне, ни при Сарксяне. Все переговорные процессы были фикцией, насмешкой, для того, чтобы не допустить активной фазы военных действий. Никто из них не собирался отдавать ни миллиметры Карабаха, в чем мы окончательно убедились, когда был освобожден Агдам. Так как буферные зоны были поручены в Долины Смерти, в места, в которые можно зайти живым, но выйти оттуда можно только мертвым. А Никол Пашинян стал заложником этого положения, из которого настоящие виновные пытаются сделать козла отпущения. Если скажем так, то без участия России, скорее всего, весь Нагорный Карабах был бы занят Азербайджаном в результате этой войны. Если в ней активное личное вмешательство российского президента, такой исход был вполне возможен. Считаете ли вы, что учеренные территории учеренны навсегда, что их уже не вернуть? О всех территориях я бы не стал говорить утвердительным. Я думаю, не все потеряно. Есть возможность, по крайней мере, в переговорном процессе, обсуждать территории, входившие в Нагорный Карабахский автономную область. Никаким статусом, как. Это очень сложный процесс, но я думаю, что здесь какие-то возможные перспективы есть. Ну вот лично вы, господин Катерян, вы уже, если я не ошибаюсь, объявили или заявили о том, что вы будете участвовать в новых выборах. Это так ведь? Да. То есть вы стремитесь к власти? Вроде бы да. Конечно. Так вот, если так случится, что вы и получите эту власть, а у вас не затаилась идея реванша? Вы знаете, состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяет никому трезвым мыслящим просто думать о реванше такого рода. Но слишком несправедливый мир не может быть долгим, не может быть вечным. Поэтому все-таки на ситуацию надо смотреть следующим образом. Если мы хотим на самом деле поставить точку на этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости, ну, достаточно, достаточно, с достаточным пониманием, так скажем. Можно было заметить, что после данного интервью некоторые слишком наивно восприняли эти слова, надеясь, что никакого реванша не будет. Но такого же рода наивность была и у армянской стороны, которая думала, что Азербайджан никогда не посмеет вернуть свои земли, а тем более Россия этого не позволит. Нужно уметь читать между строк. Переводя на понятный язык, Роберт Кочарян говорит, пока что мы не готовы к реваншу, так как Армения не в том состоянии, чтобы воевать. Другими словами, если Армения начнет воевать, то она может перестать существовать в принципе, как государство на карте мира. Но справедливость все равно должна восторжествовать. А в понимании Дашнаков справедливость это повторить сценарий оккупации Карабаха. Была возможность остановить войну совершенно с другим раскладом. И армянская сторона, армянский премьер, не взял на себя ответственность принять такое решение. Потому что, как он объяснил, что народ бы его не понял и обвинили бы его в предательстве. Я цитил. И ради того, чтобы народ его не понял и не обвинил бы его в предательстве, мы потеряли в десятки раз больше, чем было по состоянию на 19-го числа, и еще несколько тысяч убитых и раненых. То есть вот такова степень ответственности лица, которое должно было и обязано было принять это решение. Причем я добавлю, ведь была позиция генерального штаба Армении, что мы войну проиграем. Был письменный рапорт генерального штаба. Все понимали, что происходит. То есть властям было легче сдать абсолютно все и сказать, ну что поделаешь, мы проиграли, чем принять ответственные решения, тяжелое, но ответственное решение по ходу войны, которое было бы намного несопоставимо лучше, чем то, что по факту мы получили. На самом деле, бывший министр обороны Армении Давид Танаян в последнем интервью опроверг это предположение, так как он сказал, что без его ведома генштаб не мог предоставить этот документ. Но всей правды мы не знаем, так как многое покрыто государственной тайной по соображениям безопасности. А Пашиняну, если бы реально была важна судьба народа, и он боялся, что его назовут предателем, нужно было еще до 19 октября подписывать соглашение или уходить в отставку. Тогда бы не было столько жертв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова